как много вы совершали ошибок в жизни уверен что огромное множество а совершали ли вы ошибки ценой в жизнь сомневаюсь так вот хочу рассказать вам о своих ошибках которые полностью изменили мою жизнь 17 ноября 2020 я стоя на коленях наклонился к своей дочери алисе чтобы поцеловать ее моя жена ирина сидит рядом уткнувшись лицом свои руки и плачет таким образом проходит наш второй день завтра похороны похороны нашей любимой алисы и сейчас она лежит в маленьком гробике стоящим на табуретках между мной и женой больше она никогда не улыбнется нам беззаботной улыбкой никогда мы не сможем взять ее на руки обнять и никогда не сможем услышать те заветные слова мама и папа а все оборвалось из-за того пьяного в хлам урода еле стоящего на ногах и повторяющего это несчастный случай несчастный случай после того как он летящий на бешеной скорости по дороге и не справившийся с управлением вылетел на тротуар и сбил коляску который лежала наша малютка я поднял глаза на часы время уже доходило 12 ночи со словом пора я встал и начал приготовление моя жена оторвав лицо от ладоней и вытерев слезы стала помогать мне манекен младенца уже лежал в гробике рядом с нашей дочерью в которой мы положили маленькую прядь волос алисы как и было указано в условиях ритуала осталось только зажечь все свечи и зачитать заклинание на латыни об этом ритуале возвращения нашей дочери я как-то случайно натолкнулся как бы банально это не звучало на одном сайте в интернете и убил кучу времени за эти два дня чтобы вновь найти его а в памяти он у меня остался от того что отзывы о нем были в основном положительные что меня очень удивило главное было соблюдать правила о которых я расскажу чуть позже хоть и с женой не верили в подобное но когда теряешь уже 4 ребенка из которых родился только один мы уже не боялись попытаться все исправить часы пробили 12 а значит пора начинать пока я читал я ожидал увидеть или почувствовать что угодно что станет холодно что алиса покроется странным свечением или просто банально задуются все свечи в конце заклинания но только не то что произошло на самом деле абсолютно ничего когда я закончил читать мы с замиранием сердца ожидали изменений но ничего не происходило вдруг ирина резко встала подбежала к манекену взяла его на руки и прижала к себе стоя спиной ко мне в недоумении я подошел к ней и и обомлел в руках она держала нашу маленькую девочку нашу алису сладко спящую и мило посапывающую у нее на руках все получилось меня просто распирала изнутри от счастья я еле сдерживал себя чтобы не закричать от радости мои глазах как и ужины стояли слезы но посмотрев гробик все тут же улетучилась мы не вернули нашу дочь она все также была в гробу мы создали лишь ее облик фантом использовав манекен как сосуд и уже сегодня мы похороним нашу настоящую дочь тот момент я еще не понимал какую роковую ошибку я совершил утром ирина заявила что хочет взять манекен с собой на что я и ответил полным отказом напомнив о правилах действий после ритуала во первых объект тот кого вернули помещенный в сосуд неодушевленный предмет примерно одинакового размера с умершим например манекен кукла могут видеть только те кто присутствовал во время ритуала остальные будут видеть лишь сосуд во вторых если объект сосуде покинет помещение в котором проходил ритуал абсолютно все будут видеть только сосуд третьих также если сфотографировать объект то на фото абсолютно все будут видеть только сосуд четвертых для уничтожения объекта нужно полностью разобрать сосуд отделив конечности и придать его огню до полного сгорания повторно вернуть объект в другой сосуд невозможно в пятых исключить долгий контакт с объектом привязанность может привести к полному отреканию от реальности помните что объект всего лишь облик возвращенного его тень не более ответственность несете вы сами ирину я попросил на похоронах вести себя естественно при этом моя просьба не помешала ей периодически загадочно улыбаться что естественно неоднократно заметили и другие участники похорон 19 января 2021 что же я наделал зачем я вообще предложил своей жене этот чертов ритуал почему я так долго терпел и надеялся на лучшее а не исправил свою ошибку раньше моя жена она она сошла с ума уже два месяца каждый день она все больше и больше времени проводила с этим манекеном мои уговоры и напоминание о правилах уже не помогали она бросила свою работу перестала вообще выходить на улицу я просил ее хотя бы при друзьях вести себя нормально но она меня игнорировала притаскивала его к нам и хвасталась непонятно откуда взявшимися достижениями нашей алисы они предлагали нам помощь но получая каждый раз отказ они просто отвернулись от нас когда я фотографировал манекен и показывал ей фотографии она с диким воплем вырывала у меня их из рук разрывала на части и говорила что это неправда наша дочь с ней я просто пытаюсь ее у нее отобрать и каждый раз как я вытаскивал его на улицу чтобы доказать ей что это не алиса я заканчивалась тем же ором истерикой и обвинениями я устал я очень устал от этого кошмара сегодня я все исправлю плевать на последствия но дальше так продолжаться не может ночью когда ирина спала я забрал манекен из детской кроватки и отнес его в подвал там у меня была комната оборудованная под мастерскую положив его на стол я приступил к уничтожению да предстоял самый тяжелый этап оторвать у него конечности видя при этом перед собой алису она смотрела на меня широко открытыми ничего не понимающими глазами когда я схватил ее за руку я закрыл свои глаза и резко за нее дернул очень тихо и как будто только лишь на мгновение в своей голове я услышал детский плач открыл глаза я с облегчением выдохнул на столе лежал уже манекен младенца но из отверстия торчал солидный пучок волос алисиных волос они разрослись как вены и артерии полностью опутал всю внутреннюю часть корпуса и заставляли конечности двигаться пока я в полном недоумении смотрел на младенца дверь в мою мастерскую открылась в дверном проеме стояла моя жена от увиденного ее лицо исказилось в злобной гримасе а глаза налились кровью с диким криком она бросилась на меня откуда в ней взялось столько силы с большим трудом мне удалось оттолкнуть ее от себя сторону чтобы освободить выход и доделать начатое 2 февраля 2021 моя жена уже две недели как слегла я не понимаю что с ней происходит она может только разговаривать со мной хоть и с большим трудом и больше ничего во всем остальном я помогаю ей сам кормлю мою одеваю вожу в туалет и так далее на все мои попытки уговорить ее показаться врачу она говорила что такое уже с ней было до меня и не нужно беспокоиться сегодня 2 февраля день рождения у моей и ручки я сегодня как и последние пару недель отдел нашу дочь алису положил в коляску и отправился за продуктами но сегодня был особенный день и мы зашли в магазин одежды где забрал свой заказ подарок моей любимой жене красивое зеленое платье придя домой я переодел свою родную дочурку положил ее в кроватку и помог своей жене надеть платье вы бы видели как она прекрасна я захотел запечатлеть этот момент и сфотографировать ее когда фото проявилось я посмотрел на него и и застыл полном недоумении на фото красивом зеленом платье лежал женский манекен я поднял глаза на свою жену в кровати и там в платье тоже лежал женский манекен фото выпало из моей руки голову пронзила нестерпимая боль от чего я упал на колени и я все вспомнил да моя ириша умерла две недели назад там подвале когда я оттолкнул ее от себя она ударилась виском об край стола и в тот же момент ее не стало я хотел вернуть свою жену с помощью ритуала о последствиях в тот момент я даже не думал я должен все исправить хорошо что магазин еще не закрылся и я успел купить манекен для своей жены до младенца я не сжег и собрал его вновь вернув облик своей дочери после того что произошло с моей женой я не смог его сжечь и захотел вернуть всю семью к 12 все было готово прямо в подвале при зажженных свечах я вновь прочитал заклинание и сел в ожидании возвращения своей жены прошло минут пять ничего не произошло я стал читать заклинание снова и снова закрыв глаза после прочтения отворачивался от манекена выходил из мастерской не выходит ритуал не срабатывал меня стала бить мелкая дрожь я не смог все исправить я убил свою жену и не могу вернуть ее голову пронзила острая боль мои колени подогнулись я упал и закрыл глаза прошло несколько секунд а может и минут прежде чем боль отпустила я открыл глаза некоторое время все было мутным но когда зрение сфокусировалась я увидел вместо манекена свою веришу получилось плевать что они не настоящие главное они теперь со мной и мы вместе я совсем забыл про правила забыл про их смерть забыл про ритуалы это что они манекены как будто это был просто кошмарный сон не более за эти две недели я вернулся в то время до смерти алисы поверив что ирина просто заболела но она не была больна и ритуал не вышел все это время и ухаживал таскал с собой и разговаривал лишь с манекеном в котором не было моей жены но теперь когда я увидел фото и все вспомнил я знаю что делать теперь я все исправлю и положил этому конец взяв оба манекена я понес в подвал открыл дверь и мне в нос ударил жуткий запах разложения меня чуть не вырвало пришлось подождать некоторое время чтобы начать переносить этот запах я занес манекена в мастерскую где все так же лежала моя мертвая жена хорошо что вы не видели то что увидел я все ее тело было облеплено какими-то жуками и личинками мух которые лезли прямо из нее ползали по ней и шевелились вокруг за ними почти не было видно заметно исхудавшие и разложившиеся тело моей жены простите но от увиденного меня вырвало а мухи они были везде не только на ней но и облепили все стены и потолок моей мастерской еле сдерживая новый рвотный позыв я заскочил в соседнюю комнату где был склад со всеми необходимыми для мастерской инструментами мухи были и здесь но количеством уж точно поменьше чем в предыдущей комнате я приступил за манекены начав с младенца снова я взял дочь за руку и резко дернул снова детский плач в моей голове снова пучок волос от моей дочери из отверстия где была рука и снова образ алисы пропал остальные части тела оторвать не составило труда манекен со всеми конечностями я сложил на столе мастерской настал черед женского манекена также резким движением я оторвал руку от корпуса не было ни плача ни волос стоп волосы вот я дурак я забыл положить прядь волос жены в манекен вот почему ритуал не сработал ну да ладно плевать так даже легче отшивырнув пластмассовую куклу с рукой в сторону я направился к своей бензопиле рядом с ней стояла бутылка с бензином которым я обильно полил стол мастерской достал спички прихваченные по пути в подвал поджег весь коробок и бросил на стол огонь столбом взлетел вверх облизывая своими языками деревянный потолок все скоро все закончится я сел в дальний угол от огня и дописываю свою историю сейчас как закончу положу свои записи в железную коробку от отверток в надежде что они не сгорят и их кто-нибудь найдет черт как же тут жарко но я справлюсь я должен справиться еще немного и мы вновь будем все вместе я алиса и ирина берегите себя и своих близких дороже них у вас никого и ничего нет и не совершайте глупые ошибки особенно ошибки ценою в жизнь ритуал изменил наш взгляд на реальность только пленочный кадр откроет глаза на фото узрел я все истинную правду но принятия не смог той правды тогда автор байки страха